доброе утро добро пожаловать в наш эфир доброе утро ждем пока все подключатся и сегодня у нас я удостоилась проводить сегодняшний эфир потому что и цех пентусевич не смог поэтому я постаралась и выбрала интересную тему которая будет интересно и для меня и для вас поэтому я готовила ее с большим большим интересом и я уверена каждому из вас она понравится доброе утро всем хорошего дня сегодня мы с вами поговорим про труд про работу да для чего нам с вами нужно работать нужно потеть нужно ходить на работу для чего мы все это делаем зачем и действительно ли у человека есть такая потребность как работа труд создавать что-то да всем доброе утро шалом шалом всем кто добрался до эфира шалом максим владимир доброе утро всем шалом бок и ртов подключаемся 10 утра бок и рор доброе утро и сегодня давайте я уже начну чтобы не забирать драгоценное время сегодня мы с вами поговорим про работу про труд зачем нам с вами работать каждое утро мы просыпаемся благодарим всевышнего что он вернул нам душу и идем на работу да для чего мы работаем чтобы просто заработать денег чтобы просто пользоваться благами которые нам дает работа для чего мы с вами работаем для чего мы с вами трудимся. И начну я с истории. Однажды к Рэбе пришел какой-то великий бизнесмен, который жертвовал ему очень много денег. Он пришел вечером, у него был тяжелый рабочий день, и, конечно, мы представляем, как он выглядел. И он пришел к Рэбе, и Рэбе увидел, посмотрел на него, он понял, почему он уставший такой, и Рэбе начал говорить ему. Он говорит, послушай, представь себе мощную машину, мощный механизм. Представь, если эта машина долгое время стоит, и она никак не работает, никак не задействована, то она начинает ржавееть, терять свой вид, да, терять свои силы. Но если эта же машина работает, 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 она все время находится в эксплуатации, то, конечно, эта машина тоже уже начинает изнашиваться, да, начинает тоже терять какие-то свои способности, и понятно, что этой машиной тоже потом хуже исправлять. Так что надо нам сделать? Найти средину. Нужно давать этой машине и отдых, есть время и для отдыха, и для работы. Так наш с вами сегодняшний эфир, для чего мы с вами каждый день просыпаемся и ходим на работу. Каждый день мы благодарим Всевышнего и идем на работу. Каждый день мы мечтаем немножко отдохнуть. Ну, когда я уже отдохну? Ну, зачем мне столько работать? Мы же не работаем только ради денег, мы же не работаем только ради признания какого-то, да. И я вижу уже очень многие подключились. Всем шалом, доброе утро! Мы с вами здесь встретились в эфире, и я очень рада, что мы все подключаемся. Доброе утро! Наверняка многие из вас находятся на работе, и как раз мы сегодня с вами и поговорим. Мы уже сказали, что кажется с первого взгляда, да, что работа нам только для того, чтобы заработать денег, какое-то призвание заслужить, пользоваться благами этого мира, да. А более глубокий смысл. Для чего нам с вами работа? Чтобы почувствовать свою значимость, да. В Торе сказано, что человек создан для труда. Мы с вами как партнеры Всевышнего, да. Всевышний дал нам возможность, способность. Мы, это мы одни из его творений, кто может творить, создавать, да, работать, улучшать этот мир. Посмотрите на то, что человечество смогло сделать. Самолеты, машины, заводы, я не знаю, утюги, чтобы гладить одежду, одежда, еда, готовая еда, быстрого приготовления еда, да, телефоны, прямые эфиры. Посмотрите, мы с вами здесь встретились в прямом эфире. Это все дело рук человека. Это кто-то потел, сидел, я не знаю, три года он думал, а как связать этот электрод вместе с этим. А как соединить это? А как сделать так, чтобы мы друг друга видели через скайп, через телефон? Как это все? Это все мы с вами, это все дело человеческих рук. Это всего достигли мы. Посредством чего? Посредством работы, посредством труда. Да, только благодаря тому, что мы с вами, таки да, мы встаем, благодарим Всевышнего, и мы идем трудиться, мы идем работать. Причем сказано, что главный наш двигатель, это не заработать денег. Главный наш двигатель, это не заржаветь, грубо говоря, да, это не сидеть просто сложа руки. Правда, если мы находимся в отпуске очень долго, нам уже становится скучно. А что мне делать? Я не могу сидеть сложа руки, да, как мамы в декрете. Представьте, как это сложно. Я ничего не делаю, я никому не приношу пользы. Зачем я здесь сижу? Это я столкнулась с этим. У меня родился сын, я начала мужу говорить, а зачем я сижу дома? Я не чувствую себя. И мы начали думать, да, как найти выход. Ага, значит, нужна работа. Ага, значит, что мы можем? Ага, это, это. Понятно, что человек... Так, первый этап. Понятно, что человек идет работать не только для того, чтобы заработать денег. В этом есть еще более глубокая потребность. Это называется духовный человек, создан для труда. Более того, представьте себе историю. Какой-то богатенький, скажем так, человек с причудами заказал себе крестьянина. И, значит, говорит ему, представь, что ты находишься в поле. Вот тебе корзина. Ходится день по комнате и делай вид, что ты находишься в поле. И он действительно платил ему за это огромные деньги. И так прошло пять дней. Подходит этот крестьянин к этому пану, к этому богатому человеку. И говорит ему, послушайте, я не могу у вас работать. Тот говорит, как это? Я же плачу тебе такие большие деньги. Как это ты не можешь работать? Почему вдруг? Тот говорит, потому что я не вижу результата своего труда. Я не вижу плодов. Ради чего я это делаю? Чтобы вас повеселить? У меня нет такой цели вас повеселить, да? Ради чего я все это делаю? Здесь нет цели, здесь нет смысла. Поэтому, извините, лучше я буду за меньшие деньги работать в поле, но я буду получать плоды от своего труда, да? То есть я буду видеть эти результаты. Вы видите, здесь у нас потребность в труде, чтобы видеть результаты, да? Плоды. Посмотрите, сколько мы, человечество, достигло вот этим вот трудом, своими результатами, вот этими вот плодами. Вспомните величайших людей. Сколько? Сто раз он пытался сделать эту лампочку, чтобы горел свет, или чтобы эта машина поехала. И только с сотой пробы у него это получилось, да? И только там с поддержкой. Да, я слышу, что у меня плачет ребенок, но мы уже почти заканчиваем. Итак, так что же делать? Ведь мы с вами... Извините, малыш. Итак, что же делать? Ведь мы с вами хотим и тоже работать, но и не уставать. Ведь у нас бывает такое, что мы приходим... А, я уже не могу работать. Что мы можем сделать? Да, есть результат, который Любавич и Скиребе нам как вывод, да? Что мы можем сделать с тем, чтобы не сильно уставать и улучшать свою трудоспособность? Итак, во-первых, это наши мысли. Не надо ни в коем случае идти на работу с мыслями... О, нет, опять. Нужно настроиться. Давайте мы вместе с вами пойдем к ребенку. И я потому что уже заканчиваю. Итак, это наши мысли. Нужно настроиться положительно. Ой, я надеюсь, вы меня простите, что я отвлекусь. Маленький, ты проснулся? Итак, все, мы будем уже с ребенком. Видимо, он очень хочет присутствовать на нашем эфире. Итак, что же мы с вами можем сделать для того, чтобы мы могли более эффективно работать и чтобы нам это не было в тяжесть, да? Мы когда устаем, нам реально уже ничего не хочется. Это, конечно же... Хорошо, я поцелую. Извини, малыш. Он очень плакал. Но, в общем, у нас такой сегодня с вами эфир. Прошу прощения. Итак, что мы можем сделать? Первое, это наши мысли, да? Настроиться. Ради чего я работаю? Ага, я приношу пользу. То есть, во-первых, начать гореть своей работой. Даже дворник может сказать, я работаю, люди ходят. По чистому двору я приношу пользу, я убираю, я помогаю людям. Медсестра может сказать, я спасаю людей, я им помогаю, я улучшаю их жизнь. Я помогаю врачу, и врач, и учитель. То есть, в каждой профессии вы только подумайте. Вот скажите, какие у вас профессии? Вы только-только подумайте. У каждого человека работа, она приносит реально добро всему миру. Даже, ну, это реально. И с этими мыслями нужно все-таки чаще-чаще встречаться. Итак, второе, это, например, место, где вы работаете, сделать более уютным, более приятным. Это может быть фотографии, какие-то чашечки, книги, чтобы в перерыве вы могли просто прочесть. Итак, третье, что еще мы можем сделать? Наладить отношения вместе с коллегами по работе. То есть, приходите желать хорошего дня, иногда принесите шоколадку, и вам будет уютнее и приятнее находиться в этом коллективе. Потому что вы положительный человек, вы приходите с таким настроем. И это, конечно же, и других людей, в свою очередь, заставляет не сидеть с кислым лицом или не говорить что-то плохо, а, ну, как бы, это улучшает, конечно же, наши отношения. Итак, мы подошли к концу эфиру. Что мы с вами выучили из этого эфира? Это, во-первых, то, что работа нам нужна не только для заработка. Работа нам нужна и для духовного развития, и для физического развития и удовлетворения, и для усовершенствования этого мира. Ведь мы с вами находимся в материальном мире, в физическом теле, да? Значит, если мы находимся в материальном мире, то здесь мы всё должны делать, всё, что связано с материальным миром. Конечно, не забывая о своей душе, не забывая, что нам нужно развиваться и трудиться тоже духовно. Кстати, знаете, был великий спор между двумя мудрецами, когда один говорил, человек должен весь день сидеть и учить Тору, и служить Всевышнему, и не нужно ему работать. А второй, это был, по-моему, Гилель, он говорил ему, как этот человек не должен работать, а для чего Всевышний его поселил в этом мир? А ты попробуй встать, пойти на работу, а потом найти время и ещё поучиться, и ещё послужить Всевышнему, а ты попробуй это всё соединить. Да, вот это и называется еврей, человек, который всё может совмещать, улучшать и, конечно же, приносить удовольствие Всевышнему и окружающим людям. Вот такой у нас сегодня получился эфир. И спасибо всем, что присоединились. Я надеюсь, что этот эфир был полезным для вас и для меня. Всем хорошего дня! Вот пишут, шалом из Италии, всем благословенной недели мира, радости и добра! Какой сладкий, с серьёзным лицом. Да, он, видимо, просто хотел на ручки. И спасибо большое всем, кто был на уроке. Вот малыш тоже к нам присоединился, он говорит, мама, ты почему меня оставила? Да? Ой, улыбается. Всё, спасибо большое за эфир. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok